всем привет с вами дмитрий михайлов вы на моем канале comment by сейчас я нахожусь на своем объекте мои подписчики телезрители уже видят его третий раз в первый раз я монтировал здесь дымоход для кондиционного котла buderus второй раз я приезжал снимал видео для того чтобы сделать обращение как выйти из ситуации к поставщикам производителям к экспортерам может быть импортерам и сейчас 3 и конечно техническом отделу задавал вопрос и сейчас третий раз я уже здесь пришли к определенным выводам будем решать проблемы проблема следующий связано с изменением которые произошли в мае месяце в республике беларусь по ткп 267 который касается газораспределения конечно там коснулась и изменец которые связаны с дымоходами и сейчас я вам покажу уже наглядно два графика вам две инструкции вернее техническое руководство по эксплуатации по наладке будерусом и проект мингаза как они рекомендуют вернее как они хотят чтобы делали потому что есть несостыковка и я говорю подписан на канал чтобы перейдите по ссылочке внизу чтобы посмотреть какие вопросы я задавал а теперь смотрим вот это вот проектная документация уп мингаз чертеж и для котла который будерус логомакс 24 это кондиционный котел и смотрите как они согласно строительным нормам предлагают и хотят чтобы потребитель либо монтажники сделали дымоход по крайней мере чтобы он выглядел вот так вот это первый вариант который берет воздух из улицы и здесь идет ранник проходит и прочистной карман внизу здесь вопрос стоит сейчас на самом прочистном кармане и здесь вот в другом разрезе видите да вот эта заглушка то это сборник конденсата внизу и угол 90 80 системы раздвоенные то есть через адаптер такой инструкции нету в руководстве будеруса смотрите первый шаблон газа выходит конденсат вниз в котел газа выходит конденсат вниз я не говорю сейчас про подачу воздуха мне это не интересен вопрос здесь тоже самое газа выходит подача вниз подача вниз здесь раздвоенная система все равно газы идут через углы конденсат течет в котел здесь также уклон указывает сторону котла то есть конденсат тоже течет в котел здесь таким же образом здесь таким же образом весь конденсат течет вниз здесь нас одной вообще без углов, здесь тоже конденсат приставной дымоход, здесь с уступами указаны расстояния их надо смотреть, поэтому когда вы монтируете дымоход, вы смотрите в первую очередь руководство по эксплуатации, в верхнем рисунке то же самое, это вот поквартирка, скорее всего, да, это поквартирное отопление, и единственное, что тройник, который у УЗИ есть, это вот в этом ВОИС-системе, но это поквартирное отопление, поэтому я считаю, что это не актуально в нашем случае, потому что у нас не поквартирное отопление, надо найти ответ, консультанты по Будерусу, я с ними разговаривал они говорят, идеально, конечно вывести не вот таким образом мне сказали, что это по фэншую а вывести через вот такую вот систему, ну, в любую из этих систем применять, да, здесь даже по эксплуатации они ревизию даже не советуют ставить Будерус ну, ладно, здесь мы не про ревизию разговариваем, это отдельный вопрос поэтому сейчас будем решать эту проблему, так как газовщики уперлись рогом, что им надо прочесной карман, мы будем делать прочесной карман сейчас я вам покажу, но перед этим я вам покажу как я сделал дымоход я здесь применил, вы инструкцию видели одну из систем я применил именно в этой котельне, для этого котла воздух пошел оттуда проходной сборник конденсата, кому интересно говорю, подписывайтесь на мой канал, перейдите по ссылочке и газы пошли в дымоход, из дымохода конденсат стекает вниз все, система классическая скотч не я клеил, клеили наверное, сантехники, кто здесь работал можно было его не делать потому что там стоит газоплотная резинка обязательно на кондиционных котлах должна стоять газоплотная резинка и IC должна быть 316 здесь слава богу, осталось вот такое вот отверстие в этом отверстие мы видим угол 90 градусов и сейчас мы попробуем его достать там будет ряд проблем технических потому что стоит крепление потому что мне надо было уклон дать в сторону котла на крепление в свое время я потратил очень много времени сейчас попробуем что-то с ним сделать потому что на нем стоит вся труба и наша задача, чтобы труба, это конечно не свалилась вниз поэтому попробую сейчас ее расклинить каким-то образом крепление это снять ну, это неудобство вы должны понимать, что переделки это не дай бог поэтому они всегда больше времени занимают как правило, чем монтаж а как мы выйдем из ситуации выйдем в следующее во-первых, используйте только IC-316 либо пластиковые дымоходы здесь будет использоваться IC-316 я искал вчера целый день пластиковый тройничок а мне скорее всего нужен был не тройник, а ревизия и ревизия в Беларуси, ну по крайней мере в Минске на конец ноября 2018 года ни у одного из крупнейших поставщиков отопительного оборудования к сожалению не оказалось ну и что, смотрите, вот результат нашей работы перед вами классический тройник ну, типа тройника но это на самом деле не тройник вот это вот ревизионная заглушка доступ есть? конечно доступ есть тяга сейчас просто обалденная когда вы ставите такие вещи обязательно посмотрите, чтобы была газоплотная резинка газоплотная резинка без газоплотной резинки ни в коем случае не делайте такую систему не рискуйте своим здоровьем да, ну и заказчика попрошу, чтобы еще датчик СО поставил сюда рядышком поэтому, ну, видно, да что это тройник а теперь давайте я вам покажу, как это выглядит на самом деле смотрите ну, визуально тройник тройник, да но я его развернул Т-образной формы то есть вниз никакого выхода там нету и конденсат течет весь в ту сторону дополнительно проложил еще герметик для того, чтобы конденсат, не дай бог, может много количества не знаю, сколько его будет чтобы стекал весь вниз он и так находится под наклоном то есть он не должен смотреть в эту сторону он должен смотреть в сторону котла все, вся система также продолжается собирать по конденсату вот эту пену я запенил для чего запенил? для того, чтобы держалась труба потому что может быть подвижка когда вот эта заглушка здесь вот встанет плотненько то есть когда двигаешь, чтобы движения лишнего не было пена держит пену используется термостойкой для проверяющих органов я думаю, это будет достаточно если там будут какие-то вопросы видео я обязательно размещу когда объект этот сдаст проверку когда все будет хорошо когда в доме появится тепло значит сдали мингазовцам и в доме, конечно, тепло до новых встреч подписывайтесь на мой канал заказывайте, конечно, у меня монтаж дымоходов уже холодно я в перчатках а вторая рука у меня уже покраснела до новых встреч пока субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok